Взял себе жёсткий диск внешний, портабл SSD. Йоу, всем привет, народ! Сегодня 14 января, старый Новый год. Да, вот так вот, от одного Нового года до другого Нового года. И мы идём на первый наш экзамен из трёх, это английский. А английский язык, и его надо бы сдать и не подкачать. Потому что стрёмно было бы завалить один из первых экзаменов, но мы вроде старались подготовиться, старались выучить хоть что-то. Сейчас мы это проверим, все наши знания. Время полдевятого, у нас экзамен с девяти. Но мы уже успели подойти к перекрасочку Билинского и декабристов. Так вот на светофор, к сожалению, не успели, да. И темно, блин, я ни разу не вставал. Ну, не то что ни разу, не помню уже, когда последний раз встал так рано. Вообще пришлось встать по восьмому, да, встать, чтобы собраться. Ладно, увидимся с вами после экзамена. И нам удачи! Та-дам! Все, идем домой. Для вас вообще потрясающе. Все быстро прошло, ребят. На самом деле для меня уже время почти два часа. Для вас-то всего лишь прошло десять секунд. Все, сдали мы. Оба сдали на четверочке. И это потрясающе, наконец-то. Наконец-то по-английски прошел. И больше не надо заморачиваться им. Так что все, отлично. Я иду домой отдыхать. Я наехал к брату. И поэтому вечером поедем за ней. И сейчас домой отдыхать и есть. Потому что я дико проголодался. И вообще просто очень сильно голоден. Ну что, все, дома, дома, наконец-то. Разогревается еда в микроволновке. И я сейчас буду кушать. Да. Помните, я вам рассказывал про почту? о России. Какую-чего можно почту? То, что мне посылки уже не идут сколько времени. Со мной собираются играть сейчас. Поздравляйся. Кс-кс-кс-кс. Ты что отворачиваешься? Отворачиваться. Ладно, посылки сколько времени не идут. Рамка. Там разведитель, он так и... Вообще срок уже закончился. А рамка тоже срок. Оставался четыре дня. Я открыл спор. И типа этот... Продавец... Эх, за ногу кусает эту страницу. Нет, не продавец за ногу кусает. А кот. Продавец говорит, типа, давай продаю тебе время. До окончания. Говорю, нет. Мне ничего не приходит. Он трек номер не давал. Ничего не отслеживается. Давай, возвращай мне. Полностью деньги. Всё, он мне деньги вернул. Я заказал новую рамку. И вот сейчас приехал. Её бурки. Рамочка пришла. Да, пришла. Причём, ну, она пришла, правда, из вот этого всего. Так, болт здесь. Болт нужно убрать. Вот такая только... Вот так вот она только пришла. Потому что больше ничего с ней не было в комплекте. Вот только рамочка. 160 рублей. На всякие официальные и всё с 1200 минимум. Чё плохо, это то, что вот эта дырочка маленькая у неё. Вот это вот. И болт сюда, он в свободу не входит. Его приходится вкручивать. Но, думаю, можно рассверлить и будет зашибись. Вот вторая рамка, которая у меня сейчас идёт. Она идёт с креплением ещё и с болтом. Вот с болтом это хорошо, потому что болтов не хватает. И также пришёл переходничок вот этот. Это переходничок для тех, у кого сейчас в ноутбуках идут один разъём. И если у вас нет, вместе гарнитуры соединённый микрофон с наушниками. А вы хотите и микрофон, и наушники, да и бы отдельно подключить. Вот такой вот переходничок вам вполне потребуется. Здесь развивается из одного, два выхода микрофон и наушники. Ну, я брал это для айфона, чтобы звук записывать. И рамка она прикольная. Только сложно GoPro во первое время засовывать. Но потом я разобрался. Но идёт сейчас второй рамк. Что я ещё хотел вам сказать. Смотрите. Помните, да, ноутбук? Не горит. А всё почему? Потому что он выключен. А выключен он почему? Потому что сделали нам всё-таки интернет. Да, сделали нам интернет. Но он какой-то фуфлыжный стал... Ну, вернее, он был фуфлыжный, но он сейчас стал пропадать. То есть появится, пропадёт. То есть вроде как-то всё нормально, а потом раз, пропадёт. Но вот сейчас он появился. Наверное, появился. Когда был на спид-тесте результат. Вот такой показатель. 13.6 на загрузку и на выгрузку 8.48. Вчера, когда он только вообще... Его вчера сделали. Когда только появился... Я, наверное, первый сам подключился, потому что никого особо не было в блоке. Подключился и тестил. Было 30 и здесь 30. А вечером здесь 3, здесь 1. Так вот зависит от того, сколько народу в блоке. И, видать, ещё кто чем занимается. Включаю этот компьютер. Потому что здесь можно с таким интернетом и в дотку сыграть. Потому что экзамен сдали. Отдыхать можно. Ну, блин, ну... Отдохнуть денёк-то хотя бы можно. И у нас здесь... У нас здесь что-то копают. Целый. Как я пришёл. Всё время что-то делают. Я не знаю, что тут. Откапывали. Люк анализационный. А что в этом люке, я без понятия. Вообще не видел, что тут идук есть. Первый раз вижу. О! Лошади. Смотрите. Маленькие лошади. Нифига. Ха! Вот это да. А я-то... Я-то их сразу и не приметил. Ладно, всё. Пойдём отдыхать. И вечером. Задай, наверное, поеду. И потом ещё, в следующий раз, покажу вам ещё кое-что. Получается, держу в рамке, как в боксе. Ну, так непривычно, что топочки. И вот эти легко нажимаются. Потому что там их через бокс же надо нажимать. А сейчас легко нажимается. Просто тут. Блин, не видел, не фига. Короче, легко и удобно. И можно вот так вот прицепить, как видеорегистратор. Или так, как видеорегистратор в рамочке. Потому что здесь есть отверстие, куда можно питание подключить на всякий случай. Всё. Что ж, я решил тут одну покупочку сделать. И сделал её. Взял себе жёсткий диск внешний. Ещё один. Да. Только на этот раз SSD. И вот такой вот. Portable SSD Transcend TS1. SSDK 4 и STK 39,369. А если за нау, то 38,582. Целых 2% скидка, друзья. Это вообще просто. Просто дикая скидка. Взяла, короче, его для того, чтобы... Я же сейчас, получается, на... Ну, вот на этом ноутбуке работаю. На Денинг. Но... Когда... Бывает, когда ей надо одновременно и мне надо работу срочно делать. И спорим. Кому же ноутбук достанется. И поэтому... Ну, это против этого, наверное, снимать. Поэтому решил заказать себе внешний жёсткий диск. Причём SSD. Потому что у SSD скорость должна быть выше, чем у обычного крутящегося. И хочу на него поставить виртуалку. И там уже установить все свои программы. Думал просто... Ну, USB 3.0 просто. Я думаю, у него бы скорость не такая была. Потому что моего... Вот этого двухтерабайтника не хватает по скорости на виртуалку. SSD-жки должно... Должно-должно хватать. И буду тогда уже на своём компе чётенько работать с виртуалочкой. Но... Я тут немного не договорил вам. Дело в том, что... Не его я купил. А купил... Вот такой вот... Тоже... Тот же самый, короче. Трансцент. Только... Не на терабайт. А на... 128 гигабайт. Но он... Я его вот вчера оформил заказ. И... Сейчас... Вернёмся мы где-нибудь назад. Вот здесь мы вернёмся назад. Вот они начинаются. 128 гигабайт, 6600. Ещё один такой же. Я не понимаю, в чём у них разница. 6618. И ещё назад. Вот. Я заказал 6134. Стоит заказать 6134. И на следующий день он уже 6600 стал. Вот такие вот дела. Причём это самая дешёвая цена, которую я нашёл. И вообще очень мало внешних SSD дисков. Ещё бы в ноутбук поставить SSD-шку Лени. И вообще было бы замечательно. В моём прошлом ноутбуке на винде SSD стояло на 128 гигов. Просто летало. Тын. Открылась. Тын. Открылась. Замечательно. И сюда я думал тоже потом как-нибудь воткнул всё-таки. Вот такие дела. Самое отстойное это то, что нужно ждать. Нужно ждать 20-го. Идёт на 20-е, на 1-е. А сегодня у нас 14-е. То есть мне ещё, грубо говоря, 6 дней ждать. Это очень напрягает. Ещё сейчас поставил скачиваться фильм. Сначала начал смотреть его. Начал смотреть. Но потом подумал, надо, наверное, в SSD-шку его будет посмотреть. И решил поставить скачиваться. Это Малефисента. Малефисента, наверное. Да. 1080p. 11,7 гига. И скорость сейчас 2,2 мегабита скачивается. 2,0, 2,1. То есть это вполне так адекватная скорость, которая раньше и была. Ну что, поехали за Леной. На улице уже изрядно стемнело, конечно, 8 часов. Уже совсем темно. А там моя машинка стоит и прогревается. Она частенько после мойки. Здесь в кафе народ ходит. Вообще замечательно. Осталось оттряхнуть машину от снега, потому что там сейчас заснеженная. Просто ужас. Приехал. Значит, стою и жду. Где же, когда же Лена выйдет. И у меня тут появился... Вернее, он давно есть. Я вам просто покажу. Навигатор. Вот так вот. Просто айфон у меня сюда как раз вот МЧХД идеально подходит. И он тут ничего не закрывает, кроме стрелки оборотов. Она не особо нужна. Я так примерно вижу. Там лампочки никаких нет. Это видно, то видно. И так вот. Круто, в общем. И сейчас Лена выйдет. Поедем домой. И надо будет в магазин сходить. Потому что на ужин больше. Но хлеба ничего нет. Поэтому хоть что-то. Вот и встретил я. Ленушку. Которая на четвертюню. Сдала вместе со мной английский. Сейчас. Думки, мини-то. А потом кучу проду идет. Ха-ха-ха. Как смешно. Идем в мини-к. И потом. И потом будем делать салат. И ужинать. Потому что ужин это очень важная и неотхимная моя часть жизни. А вообще, я же не хочу просто набрать встречи. Ага, собачуха выпустила какую-то в одежке. Ну, улица вообще хорошо. Я сначала думал... Я не за него. Да? Я сначала думал проехать до магазина на машине. Но потом думал, блин, улица так хорошо. Смысл-то, блин, ехать туда. Лучше прогуляться. И вот смотрите. Люди. Вот это Екатеринбург. Я не знаю, видно или нет, но вообще над домом и небо вообще какое светлое. Это не настоящее небо. Это бред. Потому что здесь не видно ни одной звезды. Это только свет, нахрен, от всего этого. От всех прожекторов и фонарей. Что это дело у меня? Туринский. Все звездочки видно. Все звезды. А тут ни одной звезды. Кошмар. Ой. Причем это облака еще. Они так принимают на себя свет. Но тем не менее. И мы идем домой и уже подходим. Тра-та-та. То там Дартс висит. Дартс висит, как у меня. Точнее, вообще. Еще хавать будем. Несем еду и блинчики будем жарить. Купили блинчики. Потому что самим делать лень. Зато будем жарить. Да не лень, просто. Просто трудный возраст. Просто мне помоги. Смятая постель. Прикиньте. Ребят. Я настолько давно не брал камеру в руки. Что-то подобное тепло как-то. Что даже забыл. Забыл. Что у меня есть. Да. И вот сейчас вспомнил. Вспомнил-то я уже поздно. Уже спать нужно идти. Потому что время пол первого. Пол первого. И мы собираемся спать. Кот поел горох консервированный. Прикиньте. Я купил горошек консервированный на... На салат. Именно так. И... Марсель его за обе щеки упадал только что. Сидит там он. Хорюб завязывает. Кот. Ты что тут? Хочешь? Ты что тут хочешь? Он хочет играть. Идешь играть? Он же ждет вот тот провод, чтобы... Укусить его. Жопа ты, счет, а? Вот. И... Не знаю. Плюс 6 что-то в январе как-то... Не знаю. Я не сомневаюсь. В этой погоде. Ну, блин. Не хотелось бы, да? Зима есть зима. Десяточка, мне кажется, вообще идеально. Для зимы. Так. Не знаю. Я еще за новогодний каникул успел. Запилить пару видяшечек. Это трейлер канала сделать. И еще все дни объединить в один там видяшечек на 40 секунд. Буквально коротенькое. Но объединил. Сделал я. Ладно. Опять затягиваю слишком долго. Пойдем спать. И... С завтрашнего дня, или не с завтрашнего, нужно когда-то начинать готовиться к следующим экзаменам. Потому что еще два. 21. И 26. Все. Давайте. Спасибо, что досмотрели. Спасибо, если подписались. Если прокомментировали, поставили лайк. Огромное спасибо. И... До скорых встреч. Мы с вами... Увидимся, конечно же. Давайте. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok